всем привет с вами снова шутпистряк и сегодня я решил пробудиться от долгого youtube сна на дне морском потому что настало время рассказать вам о последних новостях сериала сначала мы поговорим о дате выхода восьмого сезона вынужден разочаровать тех кто ожидал узнать точную дату официально никакой даты нет это не значит что на этом новости заканчиваются и так давно мы си уильямс дала интервью журналу метро где сказала что восьмой сезон выйдет в апреле 2019 года это сходится с давними новостями от одного из членов съемочной группы который также указал апрель 2019 в своем инстаграме правда чуть позже запись в инстаграме была отредактирована чтобы там стоял просто 2019 год без указания месяца и мэйси уильямс тоже отказалась от своих слов однако все не так радужно программный директор телеканала hbo кейси блойс утверждает что сериал выйдет в первой половине 2019 без уточнений а директор по спецэффектам джо байер сказал что работа над эффектами только начата и ее планируется закончить аж к 31 мая 2019 года но и это еще не все игра престолов собирается попасть в номинацию эмми 2019 это значит что хотя бы четыре эпизода должны выйти до 31 мая чтобы до 31 мая вышли все эпизоды сериала нужно чтобы он стартовал 21 апреля а вот если речь о четырех эпизодах из шести что позволяют правила эмми то старт должен быть намечен на 5 мая вот так опять же к сожалению но точной даты выхода сезона нет поэтому надеемся на конец апреля 2019 года но это может быть и начало мая то есть 5 мая скорее всего сериал выйдет на экраны а что насчет трейлера насчет трейлера все также непонятно тот самый кейси блойс говорит что трейлер может появиться в 2018 году но он в этом не уверен другой информации на данный момент нет зато есть первые кадры восьмого сезона и так давно hbo выпустил короткий трейлер своих премьер 2019 года где среди прочего показал примерно две секунды видео из первой серии восьмого сезона игры престолов к сожалению вы не на канале мувимейкера поэтому 25 минутного разбора и анализа четырех кадров не будет все что я могу сказать джон и санса встретиться в интерфелле а санса каким-то странным образом взглянет на кого-то у джона за спиной многие почему-то посчитали что этот взгляд адресован дэнни но я думаю что дэнни это санса никогда не видела и вряд ли испытает какие-то эмоции при первой встрече вот в сторону тириона своего в общем-то законного мужа она может именно так посмотреть так или иначе эти две секунды это единственное что мы увидим в восьмом сезоне вплоть до конца 2018 года и это если трейлер решится выпустить в этом году они перенесут на 2019 так что наслаждайтесь а теперь пару слов про спойлера давайте сначала разъясню какие бывают спойлеры в принципе я часто спрашивают когда там уже испанец но на самом деле этого человека зовут фрики доктор он живет в испании и работает доктором но самое главное что он выкладывает очень подробные спойлеры с описанием почти каждой сцены из грядущей серии испанец на самом деле всего лишь распространяет ту информацию которую ему отправляет анонимный источник и судя по всему этот источник один из членов команды по переводу серии с английского для официальных партнеров hbo примерно также в россии на студии кровец у нас я даже больше скажу в шестом сезоне на меня выходил примерно такой же источник благодаря чему вы заранее узнали про бенджина старка про тайны имени ходора и про смерть массы персонажей в септе бейлора так вот исходя из ограничений источника испанец сливает свои пересказы серии за несколько дней до премьеры обычно это четверг или пятница когда как премьера серии я напомню приходится на понедельник так что сливов от испанца ждать пока рано что у нас есть еще еще у нас есть разные сливы от съемочной группы или тех людей которые работали над сценарием всего сезона ну или имеют к нему доступ да конечно же все они подписывали соглашение не разглашение но в 2к 18 году невозможно отследить хитрого анонимуса скрывшегося за вновь созданным аккаунтом и vpn поэтому периодически на форчан или реддит всплывают разные версии спойлеров даже группа для них есть специальная на 400 тысяч подписчиков разумеется спойлеры может писать кто угодно поэтому доверять всем подряд не стоит тут на помощь приходят фотографии со съемок и источники уже однажды доказавшие свою правоту благодаря вновь всплывшим фотографиям со съемок к сожалению со съемок редко утекают хорошие кадры в конце концов создатели сериала умеют прятаться а восьмой сезон изобилуют зелеными экранами поэтому даже фотографии декорации мало о чем нам говорят катапульты много бутафорских трупов короткие видео со статистами издалека и так далее но такие подробности вкупе с графиками съемок основных актеров позволяют раскрывать тех кто пишет свои фанфики и выдает за спойлеры а теперь самое главное настоящие известные спойлеры к восьмому сезону их не очень много но я озвучу то интересное что уже есть поэтому если вдруг вы досмотрели до этого момента но боитесь спойлеров то можете выключать видео считаю до трех 3 первые две серии нас не очень порадует потому что это будет просто расстановка фигур на доске воссоединение например уже показанное высшего соединения джона и санса политические драмы и тому подобные вещи в третьей четвертой серии битва за винтерфелла и ее последствия начнется все с атаки армии с арсей ланистер на забок но в ходе битвы вмешается армия короля ночи подошедшая с севера как мы помним в итоге замок сгорит это из слитых материалов со съемок мы видели как еще феврале горели локации винтерфелла выжившие в этом сражении отступят на юг пятая серия бунт в королевской гавани его последствия а в финальном шестом эпизоде атака короля ночи на столицу в итоге которой он сжжет заснеженную причем на этот раз действительно заснеженную королевскую гавань там будет много чего интересного битва в драконьем логове масштабная битва в небе прям настоящий танец драконов дэнни верхом на дрогоне против короля ночи верхом на визерионе к сожалению про участие третьего дракона ничего пока неизвестно и будет ли у него вообще всадник тоже пока не ясно зато известно что сандор и григор все-таки встретился в поединке джон и дэнни будут вместе до самого конца даже когда узнают о тайне происхождения джона их это разумеется как истинных таргариенов не остановит и у них будет ребенок в отличие от серсеи разумеется в битве за королевскую гавань будут участвовать а значит доживут до 6 серии джон дейнерис ария мелисандра бран джейми бриенна и король ночи еще известно что белые ходоки это не просто оружие которое вдруг сбунтовалось против своих создателей нам расскажут кто они такие объяснят каждое их появление на экране аж с первого эпизода самой первой серии первого сезона такие дела надеюсь что вам понравится сюжет восьмого сезона и вы даже не будете плеваться от того что все герои раскроют секрет телепорта мизинца и будут скакать по континенту как им угодно ставь лайк если уже забыл что подписан на этот канал с вами был шут до встречи в новых видео пока